ну что же у меня сейчас регулировка схождения. на шкоде октаве нет регулировки развала. схождение действительно нужно отрегулировать. потому что есть проблема с износом. я переобулся на зимнюю. а летнюю износила неравномерно. видно что руль стоит немножко влево и по сути дела немного тянет машину влево. что для этого нужно. у меня от земли до центра колеса до болта 29 сантиметров. я подобрал 29 сантиметров как раз у меня ящики. сейчас на ящики поставлю линейку с одной стороны линейку с другой стороны. по сути дела линейка будет на высоте 29 сантиметров. значит плюс-минус чуть чуть выше чуть ниже это не так играет роль. главное чтобы по колесу я потом мог измерять нитку. нитку протягивать от заднего колеса сюда в принципе нельзя. но можно только если вы знаете что на вашей машине точно одинаковая ширина передних передней и задней колеи. то есть если у вас ширина по резине точно одинаковая. потому что на почти на всех машинах она немного отличается. если она не такая уже там или шире то у вас градус сразу поменяется. ну и плюс вот у меня видите если я буду тянуть нитку то у меня вот этот подкрылок выступает и он не даст мне притулиться к колесу. а так я поставлю его на некотором расстоянии. поэтому вот так вот притулили. что мне для этого надо. еще вот такие 4 куска металла. я смазал с одной стороны литолом. сейчас друг на друга ложу и подставлю под колесо. наеду на эти патакеты посредине. вот так вот я смазал. друг на друга ложу. и сейчас на него наеду. когда буду регулировать. сейчас холодно. она не такая не так хорошо ездит. но лучше чем на полу. поэтому сейчас я подъехал. подставлю перед колесо. наеду на него. и когда буду регулировать на кулак поворотный. у меня будет такой легче крутить колеса. легче регулировать на вот такой гоменит. тем более что кулак поворотный он поднимает колесо. а это вот почти в уровень. ну все. теперь еще нужна нитка. я с двух сторон поставлю такие ящики. с двух сторон планки. натягиваю нитку и меряю так чтобы расстояние между нитками спереди и сзади было одинаковым. как не сместить в сторону. для этого когда уже расстояние меряю нитки от нитки до болта или до колеса до пробки. например до сюда. должно с двух сторон быть одинаково. не обязательно одинаково спереди и сзади. ширина их может быть разная. но сзади должно быть одинаково. и спереди от допустим от болта до нитки должно быть одинаково. и при этом расстояние между нитками тоже должно быть одинаково. и тогда значит параллельно и по центру стоят нитки. и уже тогда будем мерять схождение. оно должно быть в ноль. будем ставить в ноль. строго параллельно. и не ошибетесь. а там уже несколько градусов в плюс. несколько градусов минут в плюс. несколько минут в минус. написано 10 градусов плюс минус 10 градусов. то есть в принципе в пределах. но оно во-первых должно быть одинаково. а во-вторых должно ставьте в ноль. а там всегда можно ошибиться. и так поставил я с обоих сторон на ящички. можно в принципе к корпусу на скотч прикрутить эти планки. но я вот на ящике поставил. поставил веревки. определился что 175 см для меня нормально. с одной и с другой стороны есть зазоры. и есть куда регулировать. что мне нужно. теперь я меряю чтобы допустим с переду и сзади были одинаковые расстояния до нитки от центра. здесь у меня сейчас если смотреть сбоку где-то 61 миллиметр. с этой стороны смотрю у меня больше. нужно сдвинуть немного. подвигаю и добиваюсь чтобы все таки подвигаю добиваюсь чтобы было и с одной и с другой стороны одинаково. одинаково спереди. не важно сколько. лишь бы одинаково. и одинаково сзади. тоже не важно сколько. лишь бы одинаково. смотрю у меня сейчас стоит неровно. оно и так на глаз видно что неровно. сначала хотя бы приблизительно ровно ставим. а потом уже я до колпачка буду мерять. у меня до колпачка здесь с одной стороны сейчас 81 с половиной. где-то 81 с половиной. а с другой стороны у меня 76. ну вот тут получается 75. на 3 миллиметра нужно влево всю конструкцию толкнуть на 3 миллиметра. и выставить ящички чтобы они не дергались. и снова меряем пока не будет одинаково. ну вот сейчас у меня я немного подвинул. 79. здесь 78. ну вот на пол миллиметра еще надо подвинуть. ну что же у меня все по меткам стоит. здесь 175 175. разница между ниткой и центрами на 1 сантиметр. то есть там 78. здесь 68. с обоих сторон 68. там с обоим 78. это значит что нитку можно протягивать от заднего колеса. но если туда было бы поставить 1 сантиметровую проставку. а так в принципе будет тогда криво нитка тянуться. ну и все. и вот теперь простая простая штука. меряем. меряем здесь от колеса. здесь у нас где-то 26 миллиметров. а здесь где-то 26. плюс-минус неплохо. здесь почти 27 миллиметров. то есть тут почти 27 миллиметров. здесь 26. на 1 миллиметр нужно итак у меня здесь чуть-чуть надо сюда подать. сейчас я еще посмотрю выставил выставлен ли у меня руль ровно. значит здесь 27,5 миллиметров. а здесь 21 миллиметров. а здесь 21 миллиметров. получается сильно заголено. нужно с помощью поворотного рычага ключиком залезть под машину. как-то не нарушив веревочку. и подрегулировать. я уже заехал на эстакаду. и от контрагайл рычаг. чтобы легче было. ну а сейчас надо аккуратненько подтянуть. но предварительно выставить руль. то ли уровнем, то ли по каким-то меткам. которые там есть. удобно выставить вот эти штуки. если смотреть должны по краям. по рычагам я пытался выставить. по рычагам не ровно получается. а вот как-то так сесть. чтобы ровно выставить вот эту сторону. чтобы она совпадала там по... наверное вот так. чтобы она там... когда смотрите... вот это совпало и с этой стороны и с этой стороны. я закончил. теперь у меня с обоих сторон где-то 24 с половиной. ну вот по колесу я смотрю. где-то 24 с половиной. и здесь 24 с половиной. около 25. обращайте внимание что как только вы регулируете. у меня приходилось каждый раз. при каждой чуть-чуть крутнул на рулевой тяге. получается мне нужно было подвинуть соответственно рычаги сзади. получается если вам нужно сюда подвинуть. вот так вот крутить. значит с этой стороны закручиваем. уменьшаем рулевую тягу. закручиваем ее в гайку. ну и потом законтролируем. как только я чуть-чуть сдвинул. мне нужно было каждый раз смотреть на руль. его немножко поворачивало. поворачивались не колеса. а поворачивался руль. то есть нужно или чтобы кто-то сидел постоянно контролировал. или закрепить его как-то. но я не уверен что это возможно. чуть-чуть крутнул. залез. посмотрел. по своим ощущениям поставил ровно. ну и так каждое движение. все. теперь я уже законтролировал. можно снимать. и таким образом можете самостоятельно подвинуть, отрегулировать схождение. мы говорим только о схождении. потому что на современных автомобилях почти всегда развал не делается. он там ну как бы делается. но это сложно. и он там выставляется и не регулируется. вот так скажем. а схождение регулируется. поэтому повторять это не сложно. самостоятельно это сделать возможно. недорого. но и обратите внимание что если вы хотите сделать это на сервисе. это тоже хорошо. но вы должны убедиться что это хороший сервис. а так конечно же на сервисе это делать нельзя.